Состоялся саммит G20 и ничего такого, как мы предсказали, разнобой полный, никакого консенсуса естественно нет. Но мы не к этому, а к тому, что к этому саммиту G20 как раз была принесена такая тоже своеобразная ритуальная жертва. Есть такой Левада-центр, и вот там заместитель этого Левада-центра, который с самого начала действовал вместе, создавал этот центр. Алексей Иванович Гражданкин скоропостижно скончался в 1958 году жизни. Вот мы, как всегда, вместе с Пифагором этот прискорбный случай должны разобрать и сделать выводы для себя, для наших студентов, школьников, которые вот сейчас начнут поступать, в 5 разных вузах подают свои документы, чтобы там ЕГЭ их учили на какой-то факультет поступить в нескольких местах. То есть у них нету определенного направления. Почему? Потому что они лекции наши не слушают. Они не знают, куда им приткнуться. И вот эти, которые должны заниматься художествами, они идут в технику. И наоборот, технари идут в экономисты и вот в эти Левада-центры, в статистике идут. Хотя у них нету данных по научной работе, то есть способности к научной работе. То все они не выполняют свою психоматрицу. И вот поскольку вот всегда конфликт получается, когда человек против воли неба-то действует, он не выполняет свое предназначение. Талант не реализует и взрывает его в землю. А таланты у каждого человека есть и специфический. Он должен именно идти в том направлении, в котором матрица его указывает. В частности, вот Гражданкин. Куда он попал? На какую работу? Эта работа очень ответственная. Левада-центр, эта статистика, она показывает рейтинги. Но мы знаем, что такое рейтинг. В принципе, рейтинг – это обратная связь между гражданами, гражданским обществом и там верховными нашими главнокомандующими. То есть это как датчик в нервной системе государства, вот это Левада-центр, который дает сигнал по нервной системе и поступает он этот сигнал в кремлевский мозг. И там уже анализируют в результате. Это они на основании этого. Да, вот тут вот у Левада-центра там то болит, то плохо. Значит, с другой стороны, все мы люди, все мы человеки, если мы там нарисуем плохую цифру по рейтингу, скажем, первого лица или второго лица, или по промышленности, какой-то показателя промышленности, то мы, собственно, и лишимся этого места, и нас будут преследовать, и если мы еще упорно будем, то нас могут и физически устранить, если мы так не те цифры-то рисуем, правда? Вот. А с другой стороны, не всякий может рисовать вот приспособлен к этому художеству, который называется ложь. Мы знаем, кто отец, это лжи. Отец лжи является, он в рясах ходит, этот отец лжи. Сейчас. Вот. И готовится к мировому господству. Если мы начинаем врать, не все способны. У некоторых совесть так устроена, что она, для нее ложь, это как отрава для человеческого организма. Ложь. Противоречит ему, ну, просто органическому существу. Есть такие люди порядочно, у них восьмерки. Там одна восьмерка, две восьмерки, три восьмерки. В матрице Пифагора, по которой мы все время сейчас упор ведем на кадры, потому что у нас кадры решают все в стране. Вот говорят, нету кадров. А почему нету кадров? Потому что ими никто не занимается. Вот мы только с вами занимаемся какую-то науку тут древнюю, какую-то, многотысячелетнюю эту историю, которая идет от египетских пирамид в наших лекциях. Кадры решают все. И вот противоречие такое. Они выводят вот рейтинги, допустим, какие еще? Очень высокие рейтинги. Я, к примеру, вот сейчас включу вам Сулакшину. Он свое там агентство создал по этим рейтингам. И вы услышите, что он говорит про эти рейтинги. Включай. Он не променивал ни на что. Ни на комментуру, ни на доходы. И поклониться той памяти Левады и его колючке. Но это все прошло. Сейчас официальная пропаганда, она уже устала на всем обсылаться. Теперь его все время ссеваются на этот церковь. Итак, я сейчас буду давать цифры, которые дал Левада, а рядом буду давать цифры, которыми располагаю и в моем профессиональном реноме отвечаю за их объективность. Более половины россиян, 66%, хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы государства после предстоящих в 2018 году президентских выборов, сообщил вот этот самый Левада. Моя цифра не 66%, а 21%. Пятая часть респондента, 18%, говорит Левада Центр, хочет видеть на посту президента другого человека. Моя цифра 47%. В три раза. Вне зависимости от того, кто будет избран на пост президента в 2018 году, Левада Центр говорит, 42% россиян хотели бы, чтобы новый лидер проводил во внутренней политике. Такую же, как сейчас, линию. Да, инфляцию. Моя цифра 18%. Мы ждем перемен. Россия нуждается в переменах, а ей опять того же самого. Левада говорит, 34% хочет более жесткой линии, чем сейчас. 13% этого хотят. 12% выступают за более либеральную, чем сейчас внутреннюю политику. 2% за это выступают. По внешней политике России. Левада нам говорит, что 56% хотели бы, чтобы новый президент России проводил во внешней политике линию такую же, как сейчас. Чтобы послов убивали, так. 12% остальные эту линию не приемлют. 19% по мнению Левада Центра поддерживают линию на более жесткую конфронтацию с Западом. На самом деле, 53% понимают, откуда в переводе с английского дуют, в том числе, ветры и распоряжения на часть кремлевского эстеблишмента. На олигархов, да. 15% по мнению Левады за снижение конфронтации с Западом. 39% это наша цифра. Ну и верхнюю камеру, пожалуйста, включите. Последние, это действительно новости. Наш июньский общероссийский социологический опрос. Дальше это не будем слушать. Мы с вами проанализируем, то есть о чем он говорит. О том, что данные Левада Центра не соответствуют действительности. То есть иногда даже диаметрально противоположны. Но тем не менее, там работают же люди нормальные, ответственные люди. И вот одним из таких ответственных людей был вот этот вот зам, это Гражданкин. То, что там они рисуют, было противно его естеству, как мы сейчас увидим, его матрицу. На что он был способен. И увидим, что его существо-то в корне было недовольно этой системой. Вот Гражданкин, это Алексей Иванович. Он с 59-го года, 10-го, 10-го, почти в октябре родился. И вот у него матрица такая получилась у нас, Пифагор дает нам. Видите, он лояльный человек, с ним по душам-то говорят, он нарисует вам любые цифры. Только по душам поговори с ним и все. Вот две двойки у него. Он призван быть тоже медиком. С двумя двойками, я говорю, это все медики. Они очень хорошие будут медики или медработники вообще. Ну вот ноль, ну не ученый, просто медработник будет, например, зубы драть. У него хорошо бы получилось. И вот какие еще логики у него есть, прекрасная логика. Четверка, здоровье было, у него все-таки здоровье-то было хорошее. И шесть, у него тяга, две шестерки, тяга к физическому труду. Так что-то, вот. И есть, значит, что у него? Нет везения, но это ясно, все, он скончался раньше. И восьмерка, вот он очень порядочный человек. Две девятки, у него ироничный такой ум. Большой ироничный ум. И несколький фанатизм. Фанатизм, вот. И вот эта сексуальность, вот эта единичка, видимо, они. И сказали на его нервную систему, это вот не удовлетворенность в сексуальном плане, и фанатизм в работе. Они сказали, что нервная система, как и китайский гороскоп говорит, что там кабанчик по китайскому гороскопу. Общая матрица у него, он деструктор, минус 4. Но это не мешает ему в медицине работать, как вот хирургу, допустим, или стомодологу, я говорю, зубы драть. Или в какой-нибудь художественных промыслах. Но только не в науке, не в точных науках. Он скрупулезный такой человек, совершенно не приспособлен к этой математике. Статистка – это уже серьезная математика. Занимались, я как говорил, академики, такие как Немчинов, которых вот забыли. Почему? Потому что вот приходят такие люди, не специалисты, приходят и занимаются не своими делами. Вот этими рейтингами на дуке. А они эти рейтинги, видите какие, они взрывоопасные. Они могут человека взорвать изнутри. Если ты неправильно там что-то сделал, это же сигнал пойдет в мозг, как говорится. И обратная связь тебе и погубит эту нервную систему-то. Что и получилось вот у нас с Гражданкиным. Что интересно, тут и фамилии-то совпало с этим. У нас общество, конечно, считается гражданкой. Вот он занимался рейтингами этого гражданского общества. Вот таким образом. То есть надо пропагандировать вот это. Чтобы смотрели наши вот эти лекции, обзоры. И можно даже, ну сейчас вот некоторые уже заказывают анализ своей психоматрицы. Куда вот студентам, куда пойти, уже пишут на почту. Почту тут вот Rambler.ruta. На Rambler.ru у нас есть тут ссылка на почту, на канале на эту. И пишут уже, вот вычислите для меня эти матрицы. Школьники, студенты, чтобы на будущее, ты им вот так же не проколоться, как вот этим товарищам, которые не в свои сани сели. Была же такая пьеса хорошая. И кино есть такое. Не в свои сани не садись. Прекрасная пьеса. Вот такое сообщение у нас насчёт Левада-центра. То есть не только Левада, там ещё в СИО есть и другие рейтинговые агентства. Всё это даётся ложной информацией. То есть наверх идёт сигнал неправильный. И они там считают, что уже себя богами. Как же так? Мы же это всё у нас, общество нас поддерживает. Ну, вон там, то есть старушке квартиру дали. А то и собачку подарили девочке. Вон у нас такая красота. А какие у нас палаты-то красивые там. Георгиевская. Мы там вручаем награды. Мы всё делаем. Да у нас окей всё. У нас растёт промышленность. Это сейчас Орешкин. Вот про Орешкина тут есть у нас. Зоопарк Путина. Есть такая лекция. Уже серия лекций есть по разделу «Зоопарк Путина». То есть с точки зрения китайского кальдаря, вот эти все товарищи от Кудрина там и другие. Вот в частности и про Орешкина есть, который сменил нашего вороватого, это искателя НАТО Улюкаева. Но он ничем не лучше, потому что он тоже не в своей тарелке, не в своих санях сидит. И вот эта кадровая политика, видимо, она так уже, в прошлой лекции я говорил, что, видимо, так расставляются кадры, чтобы страна была в состоянии деструкции, постоянной пространции. Потому что мутная вода, вот здесь воровать, вывозить капитал очень легко. Контроля нет, кругом воровство. Правда, есть какие-то сдвиги. Вот недавно арестовали убийцу вот этого мэра города Сергиева Посада. По-моему, Лужко или Глушко. Да, мэр Сергиева Посада был. И давно убили, несколько лет там назад. Ну, вот это вот одно, это, видимо, занялись этими делами. Это уж серьезные такие дела, и то были спущены на тормоза. А многих-то директоров-то убийц-то не нашли. По Сергиеву Посаду я посмотрел. Там не только же мэра убили, там же директора лако-красночного завода убили. А кто его убил? Тоже не раскрыто. А этот директор на резиновом промышленности института тут есть, тоже. Его, значит, не могут даже найти. И тело-то не могут найти. Ну да, он делается, исчез. Сейчас, может, сейчас инопланетяне украли, инопланетяне на органы его разобрали. А следствие-то оно заткнулось, ничего. И это только вот три факта по одному городу Сергиеву Посаду. А остальные факты там, я не привожу, там их десятки. Вот архитектор Журавлёву, главный архитектор города, того же этого. И всё это вокруг лавры, вокруг святых мест происходит. Вот она вот, реальность, она идёт, а сейчас что, оно не продолжается? Так же продолжается оно на Каменном мосту, на этом. Недавно тоже было и продолжается ежедневно. Вот таким образом. Всё из-за того, что у нас кадр в серии, совершенно кадровая политика, она не велась. И из-за этого социализм-то пал, потому что мы отрицали, мы отрицали этих Лебницев, мы отрицали Винеров, мы Алысенко поддерживали, который эту ветвистую пшеницу-то хотел. Мы уже науку поддерживали. И вот помните, недавно было Лужков, вот у нас изобретатель есть, он патентует все вещи. Он же поддерживал там фильтры, как вот Петрика. Петрику уже возвели в рамках великого учёного. Есть какой-то талант инженерный, да, но там ничего реально-то для выхода, для практики-то ничего не видно. Вот таким образом. То есть мы не будем садиться ни в свои сани, занимаемся, если физическим трудом, нам тут вот шестёрок нету или одна, там надо физическим трудом заниматься, две. Тройки там наукой, пятёрки есть, две пятёрки, три. Но это уже мы должны преступников ловить и заниматься политикой. А как вот предиктор ставят в хороших странах, то с двумя пятёрками, с логикой всех товарищей. Мы вчера видели в лекции про G20. Всё, на этом закончили мы. Вот пример яркий. То есть человек, он никакой не математик, у него вообще ни одной тройки нету. Видите, ноль у него троек. Он скрупулёзный, конечно, человек. Он очень такой, у него все положительные данные. Если посмотреть его друидские характеристики друидов, древесный цветочный календарь и китайский календарь, у него золотой человек. У него только вот единственное, что вот средняя, вторая половина жизни очень тяжёлая. Вот он в неё и попал, вторую половину жизни. Именно там циклы по 12 лет его, 12-летние циклы, его и заели вот эти. А с чем связано? С тем, что он занимался не своим делом. У него восьмёрка вот есть, он очень порядочный человек. Вот восьмёрка. Видите, вот эта вот восьмёрка. Она очень порядочный человек. Все остальные у него хорошие. Но ложь вот эта, левада центра, она никак спорядочится, она не стыкуется. И невозможно её совместить. Эти две несовместимые всё равно, что как Богу служить и Мамоне одновременно не получается. Всего доброго. До следующих встреч. Всем здоровья. И поступить в те институты, которые вам, на те специальности, которые именно вам подходят и достигнете больших результатов в своём учёбе и труде.